Сколько раз я слышал от мужчин, что они хотят своей жизни у умную женщину. Я бы советовал им подумать над этим. Умные женщины сами принимают решения. Умные женщины имеют свои желания и устанавливают свои пределы. Ты никогда не будешь центром ее жизни, потому что она вращается вокруг нее самой. Умная женщина не позволит собой манипулировать или шантажировать. Она не передает вину, она сама берет на себя ответственность. Умные женщины задают вопрос, анализируют, спорят, не соглашаются. Они продвигаются вперед. У этих женщин была жизнь до тебя, и они знают, что у них будет жизнь, даже когда ты уйдешь. Она здесь, чтобы предупредить, а не спрашивать разрешения. Эти женщины ищут не лидера, за которым можно следовать, не отца, чтобы исправить свою жизнь, не сына, которого можно спасти. Они не хотят идти за тобой и не к кому-то отмечать путь, они хотят идти рядом. Она знает, что жизнь без насилия — это право, а не роскошь и привилегия. Они выражают гнев, печаль, радость и страх одинаковы, потому что знают, что страх не делает их слабыми, так же, как гнев не делает их мужеподобными. Это две эмоции, и другие все вместе делают ее человеком, и точка. Умная женщина свободна потому, что боролась за свою свободу. Она не жертва, она выжившая. Не пытайся приковать ее, потому что она знает, как сбежать. Помните, она делала это раньше, она уже сбегала, и она сбежит еще раз. Умная женщина знает, что ее ценность не в том, как выглядит ее тело и что она с ним делает. Подумайте дважды, прежде чем судить ее возраст, рост, объем или сексуальное поведение, потому что это эмоциональное насилие, и она это знает. Так что перед тем, как открыть рот и сказать, что хочешь в своей жизни умную женщину, спроси себя, а действительно ли ты создан для нее?